Империя 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 Тюрки вышли к Каспию И логически Следующая держава Кочевая Она должна была по логике Чтобы состояться Включить в себя Территорию Евразии По январскую изотерму Минус 6 Это территория нынешней России В конце 12 века В Монголии Возникают припосылки На территории нынешней Монголии Для возникновения Новой кочевой державы И в начале 13 века Такая держава возникает По-монгольски она называется Иха Монгол Улс Великая монгольская держава После того как эта держава возникла Это была военная машина Она могла существовать только Завоевывая соседние территории Сначала был завоеван Китай И монгольская армия Пополнилась большим количеством Китайских инженеров И китайской осадной техники Затем был поход В Среднюю Азию В 1218-1221 годах Ну и затем Монголы под руководством Батыя Которого называют Внуком Чингисхана Вышли в Половецкую степь И здесь они разгромили Половцев Половцы Которые были В родне С русскими Черниговскими Киевскими князьями Бросились За помощью Киевским князьям Киевские князья решили Помочь родственникам Но при этом Они сделали ужасную вещь С точки зрения Общечеловеческой И совершили Абсолютно Несмываемое преступление С точки зрения Степной этики Они убили Монгольских послов После чего Враждебные отношения Между монголами Которые пришли В Половецкие степи Причем Монгольские послы Когда приехали в Киев Они сказали Что с русскими Они воевать не собираются Что они выясняют Отношения с половцами Тем не менее Их убили И было решено Нанести удар По монголам Было создано Объединенное войско Составленное Из Киевского Черниговского Смоленского Еще нескольких княжеств И оно выступило Все в степь Войско это было Абсолютно плохо Организованным То есть не было Единства Между действием Различных ее частей Князья Никто не хотел Друг другу подчиняться А монголы Применили Свою излюбленную тактику Они стали Заманивать Якобы Отступая Русских В степь Восемь дней Они отступали В это время Углублявшихся русских Два Крыла Монгольских Взяли в кольцо И 31 мая Или 16 июня По другому стилю 1223 года Произошла битва На Калке Русские потерпели Страшное Совершенно Поражение 90% Воинов Погибли Шесть князей Было убито В том числе Мстислав Романович И те князья Русские Которые попали И видные Военачальники В плен Монголы Рассчитали с ними За убийство Послов Очень просто Их связали Положили На них положили Деревянные доски И на этих досках Монголы Пировали А вот эти люди Задыхались Им ломали Кости Это так называемый Знаменитый Пир На костях Монголы Не стали Развивать Успех При черноморских Степях Полководца Субудая Настик приказ Чингисхана Поворачивая Возвращаться На восток И Монголы Исчезли В следующий раз Они появились На русских Рубежах 13 лет спустя Когда Огромное Для того времени Многонациональное Войско Монголов Появилось В южно-русских Степях Сколько реально Было В монгольском Войске И Как называть Это войско Здесь нужно Сделать Несколько Замечаний У нас Очень долгое время Существовал термин Татаро-монгольское Нашествие Термин Этот Неточный И дело Здесь вот в чем Откуда вообще Появились вдруг Почему Татаро-монгольское Дело вот в чем На территории Нынешней Монголии Там где возникла Великая Монгольская Держава Издавна Существовали Два племени Татары И монголы И Примерно За пять поколений До Чингисхана Между ними Вспыхнула Острейшая Вражда Которая Длилась Пять поколений То монголы Чингисхана Чингисхана Бедствовал Сам Чингисхан Попал в плен Бежал Его преследовали Неудачи И он очень-очень Долго Шел к успеху Но когда Из Тамудина Он превратился В Чингис Или Тингисхана То есть Море Хана Он решил Посчитаться С татарами И навсегда Решить Этот вопрос Женщины Детей Продали В рабство Стариков Перебили А здоровых Мужчин Сделали Штраф Батом То есть Это была Ударная Сила Которая Шла Впереди Перед Основным Войском И Естественно Вот эти Люди Они шли В войско С криком Татар Это было Самоназвание Племени Уже в Средней Азии От этого Штрафбата Мало что Осталось Но Монгольский Штрафбат Шел в атаку С кличем Татар Поэтому Русские Когда столкнулись С монголами Они кричали Татары Идут Потому что Люди Идут в атаку И кричат Татар То есть Никаких Татар Нынешние Татары Никакого Отношения К тем Татарам Которые Дали им Название Не имеют Нынешние Татары Это потомки Булгар И половцев Главным образом Но Это так же Как Нынешние Французы Не имеют Никакого Отношения Практически К франкам Они имеют Отношение К галам То есть Кельтам Значит Это Это вот Одна вещь Теперь Какое по численности Было монгольское войско Ну Средневековые хронисты Они вообще Очень любят Преувлечь Говорят Там 500 тысяч Кто-то даже Пишет Там 600 700 тысяч Ну Долго Очень Наши Историки Покупались На это Говорили Там 200 тысяч Но Есть Очень Простые Исследования Странно Что К ним Не пришли От Здравого Смысла Как Вы Думаете Что Должно Аж из Центральной Азии Вот Что Должно Ограничивать Былочисленность Как Вы Думаете Сколько У Кочевого Война Должно Быть Лошадей Три На Одной Едет Две Ведет Так Дальше Вот Кочевое Войско Движется Они Должны Чем Питаться Духом Святым Или Они Должны Питаться Чем Питается Кочевое Войско Идут Они По степи Это Когда Они Так И они Выйдут В таком Состоянии На битву Нет Они Должны Питаться Мясом Молоком Откуда Взять Гнали Огромные Отары Овец И Кос Это Означает Что Они Очень Быстро Передвигаться Не могли Например Кочевое Войско Двигалось Значительно Медленнее Чем Абсолютный Рекордсмен Пехота Александра Македонского Которая Делала В день С Чтобы Вообще Перемещаться Это Войско Должно Было Быть От Восьмидесяти До Ста Двадцати Тысяч Но Никак Не Больше Ста Двадцати Тысяч Я думаю Что Их Было Реально Где-то Тысяч Сто Десять Примерно Вот Так То есть Это Было Такое Войско Русь Могла Выставить Объединенного Войска Примерно Сто Тысяч Но Поскольку Русь Была Раздроблена На Княжество Князья Враждовали Друг С Другом Они Друг Другу Не Стали Помогать Дальше Сколько Отсюда Было Из Ста Двадцати Тысяч Условно Примерно Сто Двадцать Тысяч Сколько Было Монголов Монголов Было Двадцать Тридцать Тысяч Остальное Было Тюркоязычное Население Это Были Интер Бригада Плюс Китайские Инженеры И Кепкий Но Сами Монголы Его Называют Сайн Хан Добрый Хан Ну А в Качестве Дядьки К нему Был Приставлен Известный Монгольский Полководец Субудай Почему Именно Батыя Сына Старшего Сына Чингисхана Отправили Завоевывать Дальний Запад То есть Его Услали Подальше Дело В том Что Чингисхан Был Уверен У него Были Все Основания Что Его Старший Сын Джучи Это Не Его Сын Потому Что Джучи Появился На Свет Тогда Когда Жена Чингисхана 12 месяцев Находилась В плену И За это Время Она Родила Сына Джучи А его Сын Бату В свою Очередь Который Был Талантливым Полководцем Его Бросили На запад Подальше Кстати Очень Интересно Что Когда Чингисхан Двигался В сторону Вечного Покоя Он Не Захотел Чтобы Не Его Сын Сменил Его В качестве Хана И Джучи Был Отравлен И Ханом Стал Следующий Сын Несмотря На То Что Он Был Беспробудный Пьяницей Обжора Угидей Тем Не Менее Джучи Был Устранен А Его Сына Батыя Отправили Завоевывать Дальний Запад Значит Войско От 80 До 120 Тысяч Человек Монголы Это Четверть Передвигалось Это Войско Не Очень Быстро И Еще Есть Одна Вещь Считалось Что Монголы Такие Лихие Всадники Они Стреляют На Ходу Ну Кто Ни Пусть Из Лука Попробует Пострелять На Ходу Вообще Стрельба Из Лука Это Очень Такая Вещь Сложная Лучшими Кстати Лучниками А потом Подробнее Об этом Расскажу Древности Средневековья Были Вообще В Евразии Персы Они Стреляли Вообще Практически С пулеметной Скоростью Но Чуть Подробнее Об этом Чуть Позже Значит В армии Чингисхана Субеде И Бату Находились 11 Чингисидов И В 1236 Году Монголы Разгромили Волжских Болгар Осенью 1237 Года Монгольские Силы Сконцентрировались Около Реки Воронеж Впереди Лежала Северо-Восточная Русь Первой Жертвой Нашествия Стало Рязанское Княжество Русские Вообще Не ожидали Нападений Потому что Обычно Кочевники Приходили Традиционно Весной Когда им Есть Становилось Нечего Когда Степь Еще не Зеленела И нужно Было Пограбить Но Монголы Были Необычные Кочевники Они пришли Не просто Пограбить Они пришли Создать Великую Империю Поэтому Осенью Они ударили Внезапно Когда их Никто То есть Для русских Внезапно Когда Они их Не ожидали Монголы Разбравили Разграбили Несколько Городов Они Не пошли На Новгород Очень Долго Они задержались Около Козельска Который Они назвали Злым Городом Город Держался 50 дней Поэтому Его После Того Как взяли Практически Весь Вырезали Затем Монголы Перезимовали И в 1939 Году Вторглись В земли Южной Руси Это Чернигов Киев После чего Они пошли На запад Наводя Страх И ужас На Западных Людей Но не на всех Вот чехи Их победили В битве При Оломоуце В конце 1942 Года Батынь Получил Известие О Смерти Огеде Своего Дяди И повернул Назад Чтобы участвовать В дележе Власти Он вернулся В районы Нижней Волги И здесь На берегу Реки Ахтубе Был создан Улус Джучи Дело в том Улус по-монгольски Это единство Территорий И народа И в принципе Хотя существовала Великая монгольская держава Она распалась 1270-й года На несколько частей По количеству Сыновей Вообще Потомков Чингисхана Самым западным Улусом Стала Золотая Орда Следующий Ближе туда К Монголии Был Улус Чагатая Это третий сын Чингисхана Как и второй Тоже алкоголик И обжора И Улус Чагатая Очень быстро Развалился Это нынешняя территория Юг Сибири Казахстан Это очень быстро Развалилось Наиболее успешными Были Младший сын Хубилай Который создали Китайскую династию Юань И внук Чингисхана Хулагу Который создал Династию Ильханов В Иране Но это стали Иранская Китайская Династии А Улус Джучи Стал называться Золотая Орда Алтын Ордон Столицей стал Город Сарай Скажите пожалуйста Вот когда вы слышите Слово Орда У вас какая ассоциация Орда это что такое Огромная толпа людей Которая идет Ну потому что Так русские люди Называли Вот Эту страну Откуда приходили Рати Но странная вещь Смотрите Одно слово переведено Золотая А второе слово Не переведено И это создает Массу Непонятных вещей И кажется что Золотая Орда Это какое-то Скопище Кочевого Люда И вообще Полностью отсталая Это совершенно Не соответствует Действительности Потому что И связано это В значительной степени Ну вообще специалисты Это знают Но не специалистов Это путает Связано это Вот с этим Странным Половинчатым Переводом По Монгольски Золотая Орда Звучит как Алтын Ордон Алтын Вот такая река есть Алдан У нас в Сибири И там Что добывают На Алдане Золото Совершенно Потому что Алтын Алдан Это по-монгольски Золото Золотая Орда Было типичное Восточное государство С богатейшими городами С мечетями И русские князья Когда приезжали туда Они просто Ну вот Ну вот это Такая попытка Создать второй Дубай Вот я думаю Сарай Очень был похож на это Это написано на древнем монгольском языке Он происходит через уйгурский язык от арамейского Его особенность заключается в том Что все буквы имеют различные написания Тридцать букв Тридцать две буквы В начале Как и в арабском языке В начале В конце И в середине слова То есть Здесь девяносто шесть букв фактически Вот это вот Алтын Ордон Золотая Орда И смотрите Как только мы переводим правильно Золотой дворец У нас все становится на свои места Золотой дворец И решается еще одна загадка Терминологическая русская история Забегая вперед Отмечу Что когда на Руси В середине шестнадцатого века Возникли приказы Они делились на приказы функциональные Ну например Посольская изба Разбойная изба То есть уголовный розыск И приказы территориальные Так вот Все территориальные приказы Назывались дворцами И если не знать То что Алтын Ордон Это не Золотая Орда А Золотой дворец То странно Почему назывался Сибирский дворец Тверской дворец Вот если мы правильно переведем это То становится понятно Что московские князья Считали себя главными наследниками Золотой Орды И по отношению к Твери К Сибири К Казани Был создан Казанский дворец Они воспринимали себя Как Золотая Орда Потому что наследниками Золотой Орды Были Крымское ханство Астраханское Казанское И Москва И называя Свои территориальные приказы Дворцами Москва фиксировала Что это Москва Теперь Орда И до конца Рюриковичей Вот Рюриковичи себя До последнего Рюриковича Воспринимали как наследники Наследники Орды И в 1581 году Когда крымцы Очень удачно Совершили набег На Москву Иван Грозный Говорил даже о том Что он крымцам готов дань платить Как его предки Платили их предкам То есть В генетической памяти Рюриковичей Надолго осталось То что Чингисиды Это Правящий дом И это Вот это отношение О котором Которое мы забыли Для нас Вот Рюриковичи И все Ничего подобного Во время Ордынские времена Правящей династией Руси Были чингисиды И даже термин Белая кость Знаете такой есть термин Белая кость Дворяне белая кость Это калька с монгольского языка Белая кость По-монгольски Цаган Ясун Так называли себя Представители рода Борджигин Рода Чингисхана То есть Даже это вошло В практику И Вот что интересно Есть такая странная вещь В поведении Дмитрия Донского Который Отмолотил Огромное войско Мамая В 1380 В 1380 Году На Куликовом поле А через два года Пришел Тахтамыш Со значительно меньшим войском И вот он Выходи под Москву И молотить Тахтамыша Нет Дмитрий Донской Убегает в Вологду И вот летописи Историки удивляются А летопись Очень четко отвечает На этот вопрос Бебу убаяхуся Законного царя Потому что Мамай был не Чингисид Он был узурпатор Он был самозванец А Тахтамыш был Чингисид Против Чингисида выйти Духу у Дмитрия Донского Не хватило Потому что Чингисид Тахтамыш Законный царь То есть Влияние Вот этого периода На нашу историю Оно значительно Особенно на нашу власть Оно значительно серьезнее Чем это может показаться На первый взгляд Значит запомните Что Золотая Орда Это на самом деле Золотой дворец Потому что в столице Золотой Орды В городе Сарай Были потрясающие Совершенно дворцы Другое дело Что Золотая Орда С конца 14 века Из-за смут Начинает приходить В упадок И превращаться Действительно В набор Полукочевых Таких Зон Но это уже совершенно Другая эпоха Продолжение следует...